Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 2123». Есть изречение. Если враг не сдаётся, его уничтожают. Поддерживали это святые? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Хотя бы кто-то и поддерживал, но мы будем перед Богом отвечать потому, что требует от нас Слово Божие. А оно в Новом Завете учится совершенно по-другому, чем этот горьковский афоризм гонителей христианства. Матфея 5 глава 44 стих. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. 2 Тимофея 2 глава 25-26 стих. «Скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю». Когда христианство стало государственной религией, они тут же прибегли ко всем языческим методам уничтожения своих противников. В Греции среди православных императоров шла рубка постоянно, калечили друг друга и любого, кто казался претендентом. Выродки от царя Ирода. Но есть прекрасные моменты, когда силой духовной власти, святости и авторитета усмиряли даже внешних врагов. «Вот этого и нужно держаться, а не плотского оружия». Эфесянам 6.12. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духа злобы поднебесной». Лев Катанский. 20 февраля. «В то время лютый мучитель Аттила, предводитель Гуннов, называвшийся Бечом Божиим, завоевав много стран, пришел и в Италию, намереваясь ее опустушить огнем и мечом. Видя, что никто не может сопротивляться грозному завоевателю, папа Лев обратился с прережной молитвой к Богу и, наложив на себя пост, призывая на помощь святых перворуховных апостолов Петра и Павла, со слезами умолял Господа, чтобы он защитил своих рабов от свирепого врага. Подчеркнувши в молитве мужество и твердость, святой Лев решил отправиться к мучителю, чтобы утишить его гнев и прекратить его ярость, готовый в случае нужды даже положить душу за овец своих. Мудрыми, сладко-глагоолевыми и боговдухновенными словами беседовал он с Аттилою и превратил его из лютого волка в кроткую овцу. Грозный и неукротимый воитель смиренно и мягко внимал словам угодника Божия, удивляясь его архиерейскому величию и ужасаясь перед святостью честного лица его. Исполнив все пожелания святого льва, грозный Аттило отошел от пределов Италии в свои земли. Воеводы Аттило немало удивлялись, как лев мог так скоро и так необычно сделать Аттилу из столь лютого князя столь кротким. Они спрашивали Аттилу, «Почему ты убоялся одного только римлянина, пришедшего без оружия? Почему ты повиновался ему? Почему ты, словно побежденный, предался бегству, оставляя в Италии такое множество богатств?» «Не видели вы того, что я видел?» отвечал им Аттило. «А видел я двух ангелоподобных мужей, стоявших по обеим сторонам папы. Это были святые перворуховные апостолы Петр и Павел. В руках они держали обнаженные мечи и грозили мне смертью, если я не послушаюсь Божию архиерею». Божию архиерея.